Музыка 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 Короче Такие вот носки У меня Одеваем Я всегда Вещи дотаскиваю до такой состояния Одни лохмоти остаются 14 Передач Да Вот Какие-то тут С посылки Вот такие вот Носки Где мозоль дотерла Здесь он тоже где мозоль терет Так Поехали в банк За солнышко Потом К тещи Поедем на фирму Короче там зайтили Тише Пушочек уже нормально Где он там У меня Этот тут спит Пушочек Сидит Сидит ждет Когда ему Что не вкусненькое дадут Все Он ожил Вчера уже бегал Играл Все хорошо у тебя Сегодня давал ему опять это лекарство Шприцом Вот этот Катервин Вот этот Катервин От этой толки Толку ноль За херни Шочек Он лежит Он лежит в хор Он так вот чуть-чуть немножко поклюет И все И просит вкусного чего-то Но вкусно Вот тут лежит Но я уже это все больше давать никогда не буду Нахер Пусть он лежит То выкину Таунышку Ложечками даем А в этих Такой икор Немножко другой Ладно все погнали За стоянку Кеша Он спрашивает меня как заехать Как заехать Ну Машину надо поменять Машину надо поменять Поменял которую Вэпер Тук 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 Машина поменять Вот именно поэтому я и поменял коробку Вэпер что-ли Тук Ладно так все поехал эти металлолом забирают технику металлолом бесплатно погода такая вроде тепло стало как раз наверно 17-18 сыро дождь кончился но все равно начнется опять погнали сейчас в банк мне нужно масло проверить давно уже проверял где должно быть не меньше чем полуровня успеем успеем не стал заводить из дома чтобы проверить датчик давления выключен 1.9 1.9 2.1 2.1 нормально нагреется потом будет магнум дорестайл вернее этот старый кузов кабина кузов блядь не поймешь так еще посмотрим чего у нас тут на холодную таскаться плохо надо вытереть ничего не понятно железные щупы были удобнее было смотреть чем на этих пластиковых особенно как чистое масло вообще ничего не видно его сломать можно будет выкираем скидок сломал ну так отлично короче она это вот полуровня да она вот сразу до полуровня доходит сжирает да вот пока новое масло потом останавливается и все что-то дальше больше не уходит пока свежее тоже не уходит немножко поработает потом уходит опять останавливается теперь поймешь как она все равно это драк заводской эти кольца газа у меня уже осталось на лампочку нас все сегодня уже заморгает похоже пока начинает моргать это еще на 100 километров по городе от на 80 и 70 по трассе где-то на 120 когда лампочка начинает моргать то надо будет ближе к зиме наверно на лакокраску съездить такая шняга да то есть царапнуто было и здесь ржавчина пошла в этом месте кто царапнул непонятно здесь этого вот царапинки две очень нужно будет это заделать это мы делали и заднюю дверь снизу у него коррозия пошла он поэтому по низу точек заднюю дверь здесь заполируется наверно глубокая здесь дело покраска нужна будет что хоть насколько это выйдет по деньгам не знаю делать надо что машина будет долго держаться с нынешним курсом доллара блять и в кредиты я больше не хочу залазить так гораздо спокойнее живется ладно немножко оживили чуть-чуть хотел помыть машину дожди пошли только то что блять все пытаюсь ножи ножа не наживается здесь нажать надо президента перемежаются документальными кадрами автофильма все время прыгает за другого другой как будто не имеет даже сценарного плана путин интересен ему и в разрезе исторической эпохи но также и на фоне роскошных кремлевских интерьеров ну а на какой еще фоне задавать вопросы сравнивающие с того что он конечно подыгрывает западным стереотипом восприятия россии и ее лидер сегодня буду писать нет сообщение уже этого продавцу велосипеда 7 дней прошло он ни хера не отправил узнаю в чем темном делом почему велосипед не отправляет он опять потухло видишь от удара срабатывает камазяка 65 еще бабочка горит синяя прожить машинки уже как-то душновато то есть ультрафиолет все какой-то через тучи проходит нагревают машину где-то зимой покорябали бампер тоже так и ездит уже около года не делают бампер приехали в банк туда сумашку пошла все хорошо у тебя все нормально ты все прекрасно ты хорошо послушаем музыку а плашет зарядить люблю слушать музыку двигателя не понял это что такое прокладка даванула что-то ну-ка 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 интересно из-за что я на не смогу открутить сейчас в упсом откручу чё так на бок то выперло блять ай да хер ты открутишь сейчас я откручу кое-как двойной тягой нет никакого антифриза ничего горелым не пахнет это не прокладка это просто корпус такой просто корпус такой но прокладка такая выдавилась все еще с этим с москвичом блять которого там прокладки вечно какие-то здесь ни хрена уже сразу так что-то сообщение пришло кто-то написал посмотрим слушаем шелест этот форсуночки так работают так-то 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 бежок немножко слышно как этот этот похоже на который давление с бака стравливает а так все четко шелест на бензине но бензин не хочется этому двигателю давать газ все-таки почище будет зацикали форсуночки что я осенью я приеду с этого поеду на ТО с отпуска приедут поеду на ТО меняю фильтра и скажу им пускай они этот делают нет я не буду потом осенью когда поеду нам очередное ТО уже перед зимой похолодает тогда буду менять геофразму на редукторе крем комплект полностью потому что она уже дубовая стала и заодно надо будет форму 1b или 2b продлить и баллон по моему тоже уже надо масло ничем не пахнет но пахнет маслом не гореное ничего уровень полный перед буду менять я его с вариатора после отпуска приеду и буду менять так все вроде хорошо все четко болезнь у них вот этот вот со временем лопается но у меня он мягонький кожух он стоит что-то 2,5 рубля что ли может с этого с как его сайт блять импекс с импекса заказать с японии оригинал придет по эмэсу если вдруг лопнет все четко так по ремню что у нас ремень у нас чуть-чуть метко немножко а тут ремень по идее надо бы или ролики менять или ремень делать не 2 не 2,05 а вот 2,02 2,03 вот такой куда бы он четче был бы или что-то не знаю может ролики но этот натяжитель уже как только подшипник накроется я его буду менять полностью в сборе потому что у них такая херня что поменяешь подшипник на ролике потом амортизатор из строя выходит поменяешь амортизатор в стулке из строя выходит поэтому менять лучше в сборе покупать оригинал смысла нет потому что Инна делает то же самое в 2 раза дешевле на котором тоже написано Мадыин Словакия что там на оригинальном Мадыин Словакия что здесь Мадыин Словакия он немножко чуть поддергивается когда кондёр включаешь тогда сильнее он уже сюда идёт и уже начинает немножко барабанить на этой чистой издержкой а потом когда барабанить начинает вышибает амортизатор не очень надёжная система честно говоря натяжитель который то ли ремень надо немножко покороче чуть-чуть он таких не бывает хотя мы этот ремень еле-еле натягивали он в оригинале идёт аккумулятор не знаю эту зиму ещё проходит у меня не проходит или ставить АДЖМ с жидкость тормозная жидкость по идее надо поменять перед зимой поменяют уже долго и антифриз не антифриз пока не буду менять перед зимой перед зимой 650 оборотов АТС 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 10-15 минут я его не глушу он работает и аккумулятор подзаряжает поездки короткие Купил для солнышки для солнышки для солнышки чтобы телефон свой не бросал а где попало в стакан кидает Коврики, блядь, дерьмо какое Нормально стоит, вот тут дерьмо Опять болтается Нагревается, начинает болтаться Холодно, она уже прилипает Нормально не болтается Велосипед Стелс На рыбалку погнал У меня подробности появились сегодня Согласие с проектом В пути между Челябинском и Екатеринбургом Составит всего 1 час 10 И этот заболеет, он умрет Лампочка говорит, что бензина мало На самом деле там чуть меньше пол бака Это вот хреновая фигня При словке газа Когда бензина расходуется, машина едет У нее вот такие проблемы случаются Она потом, конечно Я даже не знаю еще Как она будет все вести Когда там совсем Уровень упадет Что компьютер скажет Может отключит там и не отключит Ни раз еще этого не было Лучше конечно не проверять А там держать больше пол бака Но она потом все равно В перспективе хлоп И встанет опять на уровень То есть насчитывает импульсы Ворсунок Как бы Ворсунки по идее отключены Но компьютер то работает А Моасик Привет Как дела на фирме? Как дела на фирме? Ребята из-за тебя глотки готовы Готовы тропы Все хорошо Сань, смотри-ка что я нашла Давай повесим Давай А ты куда? Так Там прямо наверно закрыто все По другой дороге проедет Я кстати тебе справку Ты же Жека взяла Ты правильно на вечернем езжу? Что-то ослабло здесь Трясунуло хорошо Ладно я пошел на Иди чуть-чуть Здравствуйте Здравствуйте Почти розовые Почти розовые Становишься душновато Это блин 444-03-47 Алло Листьев да? Алло Влак Листьев перебегает Ну что вы умолчите? Ну говорите Х6 Ну как Свеженький Ну как Трясет Муха в прошлом году Троих пацанов из центра Так отбуксов На дискаче Одного вскрыть откачивали Он с палками идет Видишь? С земли до земли Муху напевает Ну да походил потом что-то щелкнул В левом плече Я ей больше не хожу Ну я нафиг Лучше на велосипеде буду Спасибо ребята Вы знаете Красиво Ну да Я еще Нагрузку давал такую Но Да ладно тебе Сами Ну ладно Там понтов Понимаешь Вот она На полутая дышит На Божай его Вот это муха Здравствуй моя муха 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 Что здесь такое Ароматная земляника Колечки какие-то Это дед за душа И девочкам там резинки Кому? Этим? С магазина что ли? На чем? А кому? Каким девочкам? Свете и Вике Ага Вике там румяные Для брендей Хоть я Как квартиранты здесь живут? Нормально? Ну пока да А что еще? Дорога два Что-то думают что-ли в другое место Что-ли Не знаю Ну да Пусть живут Пусть живут Там же первый заезд да был? Пускай он дергается Первый заезд или второй заезд К дому Я уже забыл Первый заезд или второй заезд Оттуда Все Давай Готов землю жрать? Нажгли эту Ты ее сам жрать будешь? Пусть уваживаю Смылись Кто? Давай ух, поделись На теху А старые это? ТТшник Держи на ТАС Какую херну там потрость Там 300 подстали Ну да А все равно хороших народов У нас там хорошая живет тоже Ух 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 Что-то нам надо было налево Наверно Что-то мы как-то не в ту позу встали Ладно Ух Ну он что блин Дует Сказал мне, значит нет Тополин и бух то рано еще блин Одуванчики уже сдуваются Здесь перископ идет КамАЗ 65 Здесь пробка, как всегда Велосипедистов мало Видимо, напугала вчерашняя погода их, что ли Привет, не, Ютуба нету Ютуб, это вот, да, это я понял Кирилл написал, привет, Ютуб Потому что там будет просто жизнь По трансляции ни хера мне на Ютуб не идет Потому что Google заблокировал И программа не обновляется Есть там еще одна программа, но там нужен другой телефон Чтобы помощнее процессором И 4G А здесь еще ни хера Не спать! Сейчас замуж днешь, навеки Тише, тише, не выезжай Береги себя и свои друзей Да, и удачи в нашем нелегком деле Не, мама посреди дороги никого нету там, какие кончиков Да, покушу, покушу Лампочка горит Уже деление все на нуле Но там чуть меньше полбаков Ничего не едем Когда-то улицу откроют Асфальт уже положили Все, блин Ахера еще, блин Видимо, до Нового года Простое Если поем постречу, там кочки, блин Это великая стена наша Китайская Красная Это у нас металлоломщики Бригада металлоломщиков на тележке Везут Что они везут? Старый холодильник В металлолом Втроем Ну, наверное, хватит на одну бутылку водки С не габаритом идут, блин Горуженные На лесопедах Наверняка Пять дней еще велосипед не отправили Ни хрена Надо Сегодня написать ему сообщение Что за херня Семь дней уже прошло, блин Так И на этого я и боялся Премиум Лысый Это Автовоз бывший Вот здесь Стыки мостовые, блин Дерьмовые Сейчас начнутся Вот Вот стык Тырк Вот так вот, блядь Еще один тырк сейчас будет Еще один Еще только один последний Теперь уваливаем И ауди обгоняем Четыре тысячи оборотов Сделал ей То есть на четырех На четырех Да, у меня До впрест бензина идет В газ Для охлаждения поршней Клапанов Болезнь Паркинсона Молодой человек Дело серьезное Ну при чем здесь Мухарна Старые дома советские Да, е-мое Подрезает еще его, блядь Говнюка Еще, вернее, говнючка Сучка, блядь Взяла заднюю машину Подрела Сейчас тебе щебенку в лоб, нахер Прилетит, блядь То, что так ездишь, блядь Похаб Ремонт Клапанов Семь 8 902 444 0 0 0 0 0 0 Твою мать, блядь Дорогу стука Вон все, видишь, камни полетели Сделать, блядь Я вообще не вижу Одну полосу срезали, нахрен, и все И ни хрена, блядь Срезайте все полосы, чтобы не обидно было Этот, вообще, поворачивает налево, блядь Поворотник включил Нет, передумал, блядь Тут камеры снимают Это что у нас? Украинец На смарте Смаркум Вдвоем еще едут Ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха 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 Блядь Телевизор, сука Схерачивает Эти почки, блядь Это срабатывает на На крузак, на этот Не на крузак, на На Дискавери У него мертвая зона в зеркалах стоит Телевизор Подставщик? Нет Я думал, они в паре работают подставщики, блядь Выжимают машину, а этот обгоняет На подставщиков похоже было, блядь Срабатывает на камере Срабатывает на камере Вот стоят БМН аварийки Чего у него? Не, ну, я при тебе знаю, что за все пускать один дом содержать Дима Стив просто очень нравится Хорошо Я по началу Вот я вчера фэтбайк проезжал Чья? Ну, я понял Здоровые колеса, блядь А насчет цены? Мостер Да Да Конечно Да Конечно Ворачиваем По-хорошему, конечно, надо съездить на заправку У меня лампочка моргает уже на газу Здесь ноль Ладно, здесь мы потом заправимся Как в 30 Переходи Ну, переходи Ну, ладно, все Я вижу, ты задавал Переходи, переходи, не бойся С ребенком переходи Ну, что, мы договорились, да? Да, погоди, ты договорились Да, погоди, ты договорились Да, погоди, ты договорились Ничего нет? Опасное место, блядь Какой парамон? Я с парамоном начинаю Говорю, вы вообще не кусок Ну, я ему в мозг и все дела Ну, давай, на газели вываливаем, блядь Бабушка, проходи Это же вот этот хер ни кина не пропускает В очках, блядь Как их называют? Большие морды-то, как они называются? Не помню Не мордоворот, а как это такая Мордастый такой, блядь Патология такая есть, знаете, такая Вроде сам худой, а морда такая большая-большая Голова большая, блядь Какая-то патология Ну, детвора на велосипедах подростковых Немножко охладим машинку Здесь ям нету под низом Перископ продолжает, потому что охлаждение идет Поэтому Не выключается Папа В авторитете Всех в этом районе держит Круто лыбит Нихера ты, блядь Дедушка заворачиваешь Вадим Вообще пипец, блядь Ну что, я деньги сейчас даю Уходи Это Тимати, да, едет? Тимати Ха-ха-ха-ха Дедушка мой бедный, блин Хотя, в Америке Много таких, что Вадим подтвердит. Кстати, Вадиму привет. Что-то ты даже пропалку зато и что-то мне надо поворачивать. Стоянку сразу поставлю, стоило. Давление 2,0,2,2. Выезжаем. Вот здесь шашлыки в воскресенье, в субботу жарить. Лопухи вот эти, блядь, надо вытоптать их. Вырвать. Дедушка наш. Я неправильно стал здесь. Правда их машина нету, нет, не наш дедушка. Ставим, чтобы сильно не прижиматься. Тут зажмут. Принет. Кондюр я оставлю, пусть работает. Планшет зарядился. Хозяин раньше не сказал о том, что я приеду. Да, сто процентов. Нужно убирать. Пусть садок вот, телефон. О, льва. Пошел домой стрим запускать. Короче, шел в прогулке, сейчас очередной, да. И пришел вот с такой фигней. С постановлением. Ну, 4-4, шехводный. Записанная. Мне непонятно. Короче, на запрещающийся светофора перешел через перекресток. На самом деле была ситуация какая. Вот я шел в автомагистральное, да. Первый, там как бы, ну, трамвайные пути посередине, там, трамвайная остановка. Первый переход прошел, значит, на зеленый полностью прошел. На второй, значит, шел. Уже как бы, ну, для всех красных, поворот на стрелку, стрелка поворота налево уже моргала. То есть она уже вот-вот-вот, то есть она заморгала, поморгала, я ступил. Один шаг. И второй шаг сделал, и уже загорел красный. Ну, в смысле, зеленый загорел. Ну, и все спокойно перешел. И уже как бы сюда, в тротуар захожу, слышу мужчина, поворачиваюсь, мусор из кустов, блядь, вот натуральный из кустов, знаешь, как медведь из кустов, блядь, вот так вот ветки раздвигая, вылазит нахуй. Я говорю, что, вы перешли на красный. Я говорю, ну, метр я перешел на красный, а все остальное, как бы я шел уже по зеленому, нахуй. Улыбается, блядь, пройдемте, пройдемте. Я говорю, вам что, протоколы нужны, блядь, или что? Предупреди, скажи, и пошли дальше, блядь. Нет, пойдем туда. Ну, ладно, я с ним пройдем, блядь. Захожу за куст, блядь, а там за кустом стоит газель, а за газелью стоят, блядь, машина ихняя и три мусора, блядь, стоят. Один в машине сидит. Все, подходим, в машине сидит, есть машина, я говорю, в машину не сяду, я говорю, я там постою. Значит, ну, там, паспорт, то, суда, паспорта нет, там, делал запрос, это все понятно. Пока, значит, там что-то пишет, я этого... А эти трое стоят, блядь, знаешь, как идти, как партизаны, блядь, за кустом, нахуй, ждут жертву, блядь. Короче, газель стоит, они за этой газелью встали и вот так стоят. Для инспектора, который меня травознул, я говорю, можно вопрос задать? Да, все, он подходит. Я говорю, вы здесь, говорю, для чего стоите? Он говорит, здесь, ну, это, сбили вчера, говорит, человека на этом пешеходном переходе, мы сейчас стоим. Я говорю, понял, значит, вы здесь сейчас стоите, спрятавшись за кустами, говорю, за газелью, да, ждете, когда при вас собьет, собьет человека, и тогда вы, значит, пойдете и будете там, ну, что-то делать, какую-то операцию будете делать, да? Я говорю, так, говорю с вами, улыбаясь, я говорю, вы, говорю, понимаете, что вы, говорю, делаете? Вы спрятались за кусты. Ваша функция, я говорю, какая? Ваша функция предупреждать, в первую очередь предупреждать ДТП, там, всякое нарушение и так далее. То есть вы выйдете, встаньте у светофора, блядь, и стойте, говорю. Пошел человек на кран, свистите ему свисток, скажите, блядь, так и так, предупреждаю вас, не переходите через красный, понимаешь? Вы, говорю, как партизаны, говорю, спрятались, блядь, сюда за газелью, нахуй. Он уже перестал улыбаться, нахуй, голову пустил, вот так вот, блядь. А этот, что пишет, нахуй, вообще отвернулся, блядь. Стыдно, нахуй, ему стало, блядь. Я говорю, вы, вы чё, говорю, вчера, говорю, у вас здесь сбили человека, а вы, блядь, стоите, нахуй, здесь спрятались, блядь, и это вы предотвращаете ДТП, нахуй. Короче, высказал им, нахуй, не знаю, камеры с собой не было ни хера, блядь, а вот записал бы с ними, нахуй, разговор, блядь. А так, вот, ну, постановление на 500 рублей, 250, видимо, надо будет оплатить. Такая херня произошла, блядь. Суги, спрятались, блядь. Хоть пойти, нахуй, поснимать их там, блядь, они стоят, надо. Раз, и, блядь. А, если она антистата там, 4, 5, 6, то она может поступить бесплатно. Чё, где там там? Это... Вот, обожгла. Бесплатно на заочное отделение. На следственное у вас. Да потому, потому... На следственное это. Серёж. Чё? Как можно поступить бесплатно на заочное отделение, скажи мне? Ну, так. Не, на заочное? В технику. В технику. А чё, там платные, чё, в технику у нас? Ну, бумажки. А кто её без ЭГ-то взял? Система, что ли? Без ЭГ-то не будет. Нет, почему? Ну, у неё не ЭГ, у неё аттестат. И, Масик, ты выстрелился? Мне надо. А? Выстрелился, нормально? А? Ты выстрелился или нет? Отстань! Жопу-то вытер? А аттестат не надо. Или саму отвалится? Ну, действительно, что ли? Ты же мужик. А мужики жопу не вытирают. ЭГ надо сдавать? Не сдают сейчас экзамены. Вы читаете, смотрят в ЭГ и будут сговоры. Ты не сдают экзамены? Не сдают экзамены в битильный Е. Нет, подожди. А если ты сдавал раньше, это, у тебя вместо ЭГ-то аттестат. В одноклассниках, что ли? Я очень люблю тебя и твои волки. Надо ЭГ, ты можешь его сдать, пожалуйста. А, то есть ты за дистатом... Дистатом тебе все равно не сдавал? Что на херню вы тут делаете? Бал смотрят. Сравовую картошку, что ли? Какой бал? По ЭГ. Надо ЭГ забавить. Слышка, а что у вас батарейки садятся на весах? Дима их поставила. Ну, а батарейки на весах-то почему садятся? Опять покупать, что ли, потом идти? Батарейки. У меня нет времени, но двух и розыгрыша. До свидания. Жанна? Жанна, дизка! Алло, алло! Она... Она... Отключилась. Как поступить? Вот где дырка. Напиши в гугле. И вот так... Как заработать много денег? Ну, пусть у нас будет, будет, стараться. Ничего, пусто. Ты так шибина в технику. Я не хочу леву загубить. Вот почему это? А потому, что теперь из-за ваших дуатских ходуль Вы же жарные киски настройки. Я тебе хотела сказать, ты это не выкладываешь все. Что? Возможно, это все смотрится. А вот это про жареную, что ли? Ты слышишь? Что? А вот то, что курица жарится, что ли, или что? Нет. А про что? Это то, что мы говорили. Так Куська собралась учиться в колледже. А зачем ей в колледже? Ну, когда ищет себе в колледже. Это можно сделать корею, убери. Ну, а сейчас она еще сказала, что мне нужен еще один ребенок и еще учиться надо. Ты что, издеваешься, надо потише сделать? Тем более, если... Потише сделай, я сказала. Куська не знает, что такое реактивы, то надо в колледж идти. Зато презервативы знаем. Да ты возьми, помашь этим, да не сильно. Переверни, пусть курица сгорит сейчас. Сам ты сгоришь. Картошку покрути на кастрюле. Только предстань. Идем мы по полишу и лопаем мороженое с косами. Вот, прием вуза для обучения по программам подготовки. Семьи листы и программ благовариатор связь на основании с датом ДГ. По заявлениям лист, получивших полное зрение профессионально. То есть, в колледж, что их упоминали, короче. Потому что они и так там у вас боятся, чтобы у пучка попасть. Вот, видишь? А как можно подпозрить в институт без датчиков? Можно и с другим способом. Там способов много. Все зависит от длины юбки и размера колен. Как способ поступить? Разные способы есть. А вот, что касается учащихся в учебных отделениях, им разрешается задавать... Как можно работать, не работая? Это для вуза. Для технику. А почему бесплатно-то хотите? Ну как можно бесплатно поступить? Да отстань от меня! А зачем бесплатно-то? Чего ты пристал? Ну, технику, наверное, уже нет. Это колледж какой-то. Ну, колледж, ну что, как он называется? Сейчас ничего бесплатного нет уже. Так она-то что узнала? Бесплатный труд? А ты объясни, она где-то, ты говоришь, об этом узнала. Да? Что узнала? Я не знаю, что если у тебя определенный балл, то ты можешь поступить бесплатно. И, ой, вернее, учиться бесплатно. Да. Можно в Канаде бесплатно. В Канаде? Малыш, не бойся, я тебя спасу. Так надо было выходить замуж за канадца. И, Масик, яйца подтяни. Можно ли учиться в колледже бесплатно? Бесплатное обучение в колледже. На заочном отделе. Бесплатный в колледже в ТЕРГЕВЬ нужно лишь при условии поступления на программу подготовки больше... Беремен, Бесплатный, сломает их. Встань, пожалуйста. Слушай, ты че тут орешь ходишь, а? Весы забери, говорю. Вот че ты ходишь, ты орешь, а? Вместо того, чтобы ходить лягать, я бы сам убрал эти весы. И все. А, другие весы, что ли? Те-то на месте. Студенты, обучающиеся по дистанционному, а также заочному или очень заочному программу, могут получить разрезание лишь на платной основе. Вот и все. Все должны работать и должны получать деньги. Ай, деньги, разрезание, коксерстных вузов, так, СУЗов. Развели халявщиков, блядь. И каждый должен заниматься своим делом, уже. И не бесплатно. Все, сранья, время. 9 часов, Сулашка на работу собирается. Я вот тоже проснулся. Пипец вообще. С утра бегает, футболку постирала. Футболку вчера она постирала мне. Вернее, засунула в машинку, а утром включила. Китаец ни хера не ответил. Ох, где-то ваза, да, ничего нету. Катыка всегда ходит здесь, выпрашивает. Черный тут сидит. Пушечек. Выпрашиваю. Звеснился. Посмотрим, прибавляется ее, снег. 168,2. 300 грамм камера. Получается. Еще раз. 168,2. То есть, вес не увеличивается больше 170. Сейчас ждем велосипед. Организм уже привык, в принципе, к этому весу. Начнем дальше, значит, опять поменьше питания. Хлебе сейчас, в принципе, уже не ем. Поменьше питания, больше нагрузки. Надо будет сделать рывок где-нибудь до 160. Потом опять остановиться. И опять держать месяца три такой вес. Вот такой у меня завтрак. Сейчас дня. Первый прием пищи. Это капуста, огурец и зелень. Все. Или лимон еще. У нас делают девочки. Сват апрель называется. Ну вот, дали, значит, мне номер по велосипеду. Дал номер. Здесь мы его убили. Проверить деловые линии. Груз принят в перевозке на терминале Чита. Двадцатого, шестого, семнадцатого. Вот если готовить документ, не понимаю. Все. То есть пошел по России. А что не так-то? Просто жизнь поснимать немножко. А что не так-то? Так они вообще без света стоят. Кто без света? Цветы мои. А, так тебе просто цветы, что ли, загородил? Конечно, я вот специально вешал аккуратненько с той стороны. И вот тут посередине. Так я пришел весь потный. Мне где их высушить-то надо было? Ну посередине. Мог бы тут повешать, где стена? Я повесил там, чтобы вентилятор их высушил. Да насрать я хотела. Чего разорвалась? Надо говорить, потому что бесполезно. Ты не понимаешь, что нет. Ты мне скажи, папа лучше, айфона сблокировать или нет? Я тебе пароль не знаю. У кого украла? Да не украла я. Все блокируют, все разблокируются. Перепрошивают, все делают. Но вопрос, надо ли тебе такой телефон? То есть у него все равно номер-то висит. Поэтому если тебя тормознут и проверят на номер, то хана будет. Получается, ворованный телефон. Да, да. Ты че? Да не я! Девчонка за три с половиной купила. И делать нечего. Вот ты дура. Я пыталась ей удалить тот учет, включила Wi-Fi, и он заблокался. Говорит, телефон потерян за вознаграждение, верните мне. Это первое, да. И второе, значит, еще. Он через интернет же там, естественно, да. И там никак, ничего, мне кажется. Все, он в полицию заявление напишет, и все. И хана. Там, там, чтобы в нем, это надо, короче, железо в нем внутри менять, чтобы он был как бы другой. А на что ты поменяешь? На новом железе тоже номер какой-то есть. Короче, это вообще, это такое дело, лучше с ними связываться. И матик. Лучше отозрять деньги, да? Да, да. На Авито нашли чувака, который это, сказал, что он за 500 рублей разблокает. Но вот завтра приедет, посмотрит. Так разблокирует, разблокирует он его. Но номер-то остается. Либо мы узнаем того, у которого она купила, узнаем у него пароль. Потому что она говорит, это его телефон. А учетка-то на девушку вообще. Смотрите, какие смешные глаза. А он, скорее всего, его... Вы видите, черный. Он дернул его. Естественно, дернул. Телефон ворованный. Поэтому, еще если пацан заяву напишет, то вообще будет хорошо. Он попадет в базу и ты... Да, мне кажется, даже так просто вот они какую-то программу включат и найдут, где находится телефон по маячку. Не, ну Костя говорит, что, например, вот так на квартире на доме он найдет, но именно квартиру он не найдет. Он будет показывать, что да, телефон здесь вот находится. Где... Может, телефон же выйдет когда-то на улицу? Ну и все, и все. Еще кусочек. Вот такой маячный носик нам нужен. Нам очень наш носик. Вот приложим. А что такого-то? Сейчас ворованных телефонов целая куча. Правда, геишники, менты, они как бы не особо и фичат. Геишники. Геишники тоже, они в паре, допустим, восстанавливают там. А покажите ваш телефон. Да сейчас я думаю, все можно разблогировать, папа. А номер-то как? Машину самую крутую можно же угнать. Еще. У тебя есть полчаса, чтобы догнать двую машину. Все, больше не будет. Вот поправлюсь прямо руками. Ну, это знаешь, такое дело... А что, айпон круче крутой тачки? Вот смотри, вот ты возьми крутую тачку. Вот мне вот это, вот BMW мне какой-то, тут парень рассказывал на работе. Там, короче, это, раздевает тебе стекло, срабатывает сигналка, и тебе звонят на телефон человек и говорит, вы садились в машину или выходили, или что? Вы только приехали, он говорит, я дома садлю типа. Это есть такое, да. И блокируется, короче, ты все, ничего не сняли, сделаешь, никуда не уйдешь. Да все сделаешь, грузят эвакуатором и увозят. Дело не в этом. Я говорю. Нужно сделать, самая главная защита, самая главная защита, это непопулярность автомобиля. То есть вот купила ты, допустим, ну что там у вас угоняется, Camry, например, да? Наоборот, а, но непопулярно. Не, 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 вот нравится тебе Camry. Купила ты себе Camry, да? Хочешь сделать так, чтобы ее не угоняли. То есть ты можешь пойти там, да, заплатить там 150-200 тысяч за установку там индивидуального какого-то охранного комплекса, да? К примеру. Но все равно, понимаешь, машина стоит, на ней же не написано, что на ней индивидуальный охранный комплекс стоит. Угонщик зайдет, он вскроет дверь, разобьет стекло, он раскурочит ее, понимаешь? Он не сможет ее нахать, он уйдет. Но машина-то у тебя раскурочена остается, понимаешь? То есть нужно сделать так, чтобы угонщик у твоей машины была неинтересная. А что для этого нужно сделать? А что для этого нужно сделать, чтобы машина была неинтересной? Желтая. Розовая. Первое. Аэрографию на нее нанести. Теперь? Нанесешь аэрографию хотя бы там на капот, на два передних крыла, там, да, или... Не наклейку. Не наклейку. Аэрографию. То есть нарисовать аэрографию. Все. Твоя машина никому неинтересна будет. То есть, чтобы угонщику, угонщик, который ее угонит, ему нужно будет поменять или перекрасить крыло, перекрасить капот. Зачем? Он пойдет рядом стоящую машину и такую же заберет, понимаешь? То есть вот это главное. Пока ехать будет, его уже все увидят. Если... То есть нужно сделать так, чтобы на нее не было заказано твою машину. А если я... Яркий цвет. А? Яркий цвет. Что яркий цвет? Это все херня. Яркий цвет, любой цвет, все это угоняется. Цвет, цвет машины, яркий какой-то. И что? Ну, запоминающийся салатовый конченчик. А ну, это перекрашивать надо ее в такой цвет, который нет ни у кого. Тогда, конечно, да, эту машину нужно перекрашивать, например. Понимаешь? Наверное, никто не пойдет, не будет лишней траты брать. Вот. То есть, противовагонный комплекс, да, твою машину раскорочат, но ее оставят. на саморозе. Ее оставят, но возьмут другую. Но машину тебе опять надо будет вкладывать деньги, чтобы все это восстанавливать. А страховка, А страховка, ты готова платить каждый год по 80, по 100 тысяч? Нет, а если не каска? Если милицию обратить? Если ОСАГО? Никто тебе ничего не захочет. Я хочу молоковку. Это только каска. Чтобы тебе возместили стоимость машины, угнанной там, или какой-то, ты будешь каждый год платить по 80, по 100 тысяч. На такую машину. А мне молоковку. Я тебе дам все. Конечно, это все херня. Вот, покупай машину какую-нибудь там редкую, которых мало вообще в России, никогда в жизни никто не угодит. Потому что нет на нее заказа. Их угоняют для чего? Ну, на запчасти же. Для продажи не выгодно. Потому что такая редкая машина стоит копейки. Ее не выгодно продавать. На запчасти, то есть нужно, чтобы был заказчик с такой же машины, который разбил ее. Ну, ну, так, смотри. А я наоборот думала, редкие машины у нас запчасти не найти, их и угоняют. Нет, Акцентов-то постричь, сколько он? Как мой, например. Если человек, допустим, вот разбил Хонду степп-вагон, к примеру, да, разбил и хочет ее восстановить, то есть... Вот не надо, а! Хорошо, другую машину какую-то, не знаю, Альфарда. Альфарда. Тойота Альфарда, допустим. А степп-вагона своих много уже. Не надо. Я смотри, я тебе еще раз говорю. Я тебе еще раз говорю. Допустим, машина разбилась, да, и хозяин хочет ее восстановить. У нее там все повело, морду повело, там кузов повел, да, и так далее. То есть, что по идее? По идее, он может заказать такую же машину, да, и это ему обойдется там в 200-300 тысяч. Заказ такой же машины, да, чтобы ее угнали. За эти же деньги он может в Японии купить распил, привезти сюда, беспробежный, вообще в идеальном состоянии, и заменить все запчасти. по этому смыслу мы в машину угоняем. Алло. Алло. Я у мамы. Какие дела. Понимаешь? Балбесина, вонючая. Вау, какая красота. Еще на балкон не идешь. На, Дима. Только взгляните. Вот это да. Мороженое мечты. О, а вы любите скину в шоколаде? Напишите в комментариях. Сочечка. С вами была Игрушкин ТВ. Смотрите наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте пальчик, верьте, если вам понравилось. Пока-пока. Пушечка. Пушечка. Кот. Кот. Пушечка. Не мужик же пушечек. Не мужик же пушечек. Аддистресс. Очень красивая салат. Аддистресс. Пушечка. Пушечка. Киджа, мафа. Да, если на руке. Слушай, сегодня будет салат. Винегрет будет сегодня? Кой винегрет? Такая картошка будет смешиваться с такой картошкой. Винегрет. Винегрет отсюда. Ерундой не занимайтесь. А почему две разные картошки? Ну, потому что я купила картошку, думала мне не хватит. Да, ее там полно. А, я думал, интересно. Одну такую, одну такую. Ну, одна картошка белая, другая красная. Салат какой-то будет, что ли, специальный? Димасик, морковку жрешь. Не вкусная морковка. Ну, нет. Сгущенку будешь? Что, не вкусная морковка, что ли? А сгущенка вкусная? Да. А морковка нужна для зрения, Дима. Я не поняла, почему морковка не вкусная? Она полезная для зрения, чтобы глаза видели хорошо. Да, и чтобы ты рос быстрее. И чтобы морковка у тебя тоже, росла хорошо. В морковке находится витамина. Да. И это. Сама попал. Сейчас скажешь, нормальная морковка. Морковка как морковка. Вот я же говорю. А другого не знают слова. Нет, она иногда может сказать. Ну, там что-то не очень. Ну, да, бывает, что такое, да. Да, рукой. А я сладкая просто. Потом не стала ехать. Ярковато. Да, это как морковка. Нет, ты сказал, морковка как морковка. Сейчас уже, да, правда. Говорите. Я заем. Я запущу. Еще и выплюнуло. Она горькая какая-то. Мама, морковка. А если какая-то, ты поживешь где-то долго, почувствуешь, что она горстится. Селединка. Надо думать не о вкусе, а о полезности. А пушочек-то ел себе лекарство уже? Я ел. Я бы давал. Да? Розовое, это днем. Розовое вечером даем. А вечером так, еще не давали. Все равно должны выжрать то, что мы купили. Не дыр на себе, какие банки и стратили. Пусть пьют. Ну, просто жизнь снимал. Ну, это чат идет. И тут стримы. Идет.